Классификация процессов разделения пищевых продуктов. Основные положения. Параметры гомогенных систем изменяются монотонно. В гетерогенных системах они претерпевают скачок при переходе через границу раздела фаз. Пищевые продукты как системы классифицируют по сочетанию агрегатных состояний ингредиентов. Возможны классификации и по другим признакам, например по дисперсности. Для разделения систем на ингредиенты используют характерные признаки. Для однородных систем это различие температур фазовых переходов, растворимости, сорбционной способности, влажности, сушильных агентов и другие. Для неоднородных систем это различие плотности ингредиентов и другие. Процессы разделения также классифицируют по указанным признакам. Методом разделения систем включают выбор признака разделения, создание условий, при которых разделяемые ингредиенты существенно различаются по выбранному признаку. Непосредственное разделение в пространстве под воздействием сил, возникающих из-за различий по выбранному признаку. Закономерности процессов разделения формулируют на основании законов сохранения вещества и энергии при использовании феноменологического подхода к изучению каждого процесса в отдельности. Осаждение в поле силы тяжести, в поле действия центробежных сил, электроосаждение. Это все виды процессов разделения пищевых продуктов. Их мы рассмотрим в следующих видео. А в этом видео рассмотрим классификацию процессов разделения пищевых продуктов. И начнем с рассмотрения пищевых продуктов как системы. Вещества, которыми являются пищевые продукты, принято называть системами. Греческим словом система обозначают нечто целое, составленное из частей. Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих некоторую целостность, единство. Основным признаком, по которому системы отличаются от простых множеств элементов, является так называемый синергетический эффект. Слово «синергетический» происходит от греческого слова «синергос», означающего «действующий вместе». Практика показывает, что при совместном действии нескольких факторов в составе системы проявляются некие дополнительные свойства, не являющиеся результатом простого сложения свойств ее составляющих. Например, у суспензии, взвеси, золя, коллоидного раствора, являющейся системой твердой дисперсной фазы и жидкой дисперсионной среды, имеется целый ряд специфических свойств, которых нет ни у твердого, ни у жидкого вещества в отдельности. Это зависимость вязкости от концентрации дисперсной фазы, свойства отстаивания, зависимость химической активности дисперсной фазы от ее дисперсности, способность образовывать внутренние ячеистые структуры из частиц дисперсной фазы и другие. Эти специфические свойства не являются следствием соединения вместе свойств дисперсной фазы и дисперсионной среды. Аналогичным образом системные свойства или синергетические эффекты могут быть выделены и для других веществ пищевых производств. Итак, практически все вещества пищевых производств являются системами в указанном смысле. Их свойства многообразны и специфичны и могут рассматриваться с системных позиций. Вещества, продукты пищевых производств как системы могут разделяться, классифицироваться на две большие группы – гомогенные и гетерогенные. Гомогенными или однородными называют системы, состоящие из одной фазы – твердой, жидкой или газообразной. Все параметры гомогенных систем изменяются непрерывно или в математическом смысле монотонно. Это означает, что при движении в такой системе в любом направлении, любой параметр все время либо убывает, либо возрастает, то есть изменяется без смены знака. Примерами однородных систем могут быть разбавленные растворы, газовые смеси, смешивающиеся жидкости и другие. Гетерогенные системы состоят из нескольких фаз или ингредиентов, отделенных друг от друга поверхностями раздела, четко фиксируемыми принятыми средствами контроля. При переходе через поверхность раздела измеряемые параметры меняются скачком. Примерами неоднородных систем могут быть суспензии, эмульсии, пены, туманы, пыли и другие. В гетерогенных системах можно выделить две фазы вещества. Непрерывно распределенный континуум одной фазы, называемой дисперсионной средой. И находящиеся в нем измельченные частицы различных размеров и форм, называемые дисперсной фазой. Классификация систем. Продукты как системы классифицируют по агрегатному состоянию, в котором находятся их основные ингредиенты. В бинарных системах каждый из двух ингредиентов, которых может находиться в трех агрегатных состояниях, твердом, жидком и газообразном. Можно выделить 9 сочетаний фазовых состояний веществ. Классификация неоднородных систем по агрегатному состоянию ингредиентов представлена на слайде. В сочетаниях ингредиентов систем их фазовые состояния обозначаются двумя буквами. Г – газообразное. Ж – жидкое. Т – твердое. Для однородных систем порядок расположения этих букв для одного и второго ингредиента безразличен. Для неоднородных систем первая буква всегда обозначает фазовое состояние дисперсионной среды, а вторая – дисперсионной фазы. Например, неоднородная система газ-жидкость является системой, в которой дисперсионная среда находится в газообразном состоянии, а дисперсная фаза – в жидком. Такая система называется туманом. По этой классификации неоднородная система газ-газ не реализуется. Смеси любых газов, как правило, хорошо перемешиваются без образования границ раздела между их составляющими. То есть образуют однородные системы. Смешивающиеся жидкости образуют однородные системы, а не смешивающиеся – неоднородные или эмульсии. Растворы газов-жидкости в диапазоне концентраций с соответствующим разбавленным раствором образуют однородные системы, а при более высоких концентрациях – неоднородные. Газовые смеси всегда образуют однородные системы. Замороженные разбавленные растворы или смешивающиеся жидкости относят к однородным системам класса ТТ. В приведенной классификации неоднородных систем особо выделим такие системы, как твердая-жидкая, твердая-газ и твердая-твердая. К ним отнесены соответственно пластические массы, капиллярно-пористые или гелеобразные и твердые неоднородные продукты. Эти продукты в соответствии с определением неоднородных систем обладают всеми их признаками. И в ряде случаев перед пищевыми производствами ставятся задачи как образования, так и разделения этих систем. К пластическим массам класса ТТЖ относят твердые пищевые массы, в составе которых имеются жидкостные, водяные, масляные и другие включения, равномерно распределенные по объему. Например, семена масличных культур. К капиллярно-пористым продуктам класса твердая-газ, которые можно назвать также твердыми гелями, относят хлеб, кондитерские изделия, кожу, дерево. Твердые гели могут образовываться и из мелкодисперсных сыпучих материалов, удерживаемых в виде единичного образования за счет адгезионных сил. Такие системы обычно не разделяют по фазам, но для них актуальна задача разделения дисперсионной фазы на составляющие, например, по мелкости. К твердым неоднородным продуктам класса твердая-твердая можно отнести эндосперм зерна. Его клетки обычно представляют в виде белковой матрицы, в которой распределены зерна крахмала, дисперсионная фаза продукта. Зерна крахмала имеют четкие границы, отделяющие их от дисперсионной среды белка. Для разделения этого продукта на составляющие используются те же характерные процессы разделения, что и для других неоднородных систем. При изменении концентрации дисперсионной фазы неоднородная система может менять свое название. Зачастую это сопровождается так называемой инверсией фаз. При инверсии дисперсионная среда становится дисперсионной фазой и наоборот. Так, с повышением концентрации твердой фазы в суспензиях может наступить момент, когда твердая фаза образует сплошной континуум, непрерывную среду, в которой распределяются четко ограниченные объемы жидкой дисперсионной фазы. В этом случае можно говорить о переходе суспензии в пластическую массу класса твердая-жидкая. Одним из промежуточных состояний этого продукта, когда дисперсионной средой все еще остается жидкость, но концентрация твердой дисперсионной фазы уже велика, является зыбь. Именно в таком состоянии пребывают в частости зыбучие пески, которые по внешнему виду почти не отличаются от обычных песков, но не выдерживают внешних сосредоточенных нагрузок. Аналогичные изменения происходят с пеной, если в ней увеличивается содержание жидкости. Она переходит в перенасыщенную газированную жидкость, в которой различима дисперсная фаза газовых пузырьков. Такой продукт неустойчив, то есть находится в неравновесном состоянии, хотя может пребывать в этом состоянии относительно долго. Пыль с повышением концентрации твердой дисперсной фазы переходит в сыпучий продукт, обладающий специфичными свойствами. Все сказанное выше относится к бинарным неоднородным системам, то есть системам, состоящим из двух компонентов. Однако довольно много продуктов можно отнести к тройным и более сложным неоднородным системам. Например, зерновой ворох можно представить как сложную неоднородную систему, в которой дисперсионной средой является воздух, а дисперсную фазу составляют зерна и незерновые примеси. В составе зерна также можно выделить и две четко различимые дисперсные фазы, эндосперм и оболочки зерна. В составе эндосперма можно выделить дисперсионную среду в виде уже упоминавшейся выше белковой матрицы и дисперсную фазу в виде зерен крахмала. В зависимости от постановки задачи обычно ограничиваются моделью этой неоднородной системы. Той или иной степени сложности. Может быть проведена классификация неоднородных систем по мелкости частиц дисперсной фазы. Степенью дисперсности или дисперсностью d называют величину обратную поперечному размеру частиц d малая. d большое равно единица деленная на d малая. По этому параметру неоднородные системы могут разделяться на грубодисперсные, характеризующиеся макроскопической раздробленностью вещества. d малая от единицы до 10 в минус второй сантиметра, а d большое от единицы до 10 в квадрате, единица деленная на сантиметр. Коллоидные системы, характеризующиеся предельно высокой его раздробленностью, то есть коллоидным состоянием. При этом d малая будет в пределах от 10 в минус пятый до 10 в минус седьмой сантиметров, а d большое от 10 в пятый до 10 в седьмой, единица деленная на сантиметр. Для суспензии в этой классификации выделяют состояние грубая d маленькая больше или равна 100 микрометров, тонкая, d малая от 100 микрометров до 0,5 микрометра, муть, d малая от 0,5 до 0,1 микрометра, и коллоидный раствор, d малая меньше или равно 0,1 микрометра. С повышением дисперсности неоднородной системы пропорционально d большое увеличивается отношение площади поверхности частиц дисперсионной фазы к их объему. В результате все большее и большее число молекул в частицах оказывается на их поверхности, а не в объеме. Это существенно изменяет свойства неоднородных систем, так как изменяется вклад в суммарные свойства системы поверхностных и объемных свойств частиц. Если для грубодисперсных систем основное влияние на их свойства оказывают объемные силы, то для коллоидных растворов основными являются уже поверхностные силы. Именно за их счет возникают внутрифазные связи, приводящие к образованию внутренних структур в виде пространственного каркаса, и несвязанные системы переходят в гели. Признаки, используемые для разделения систем. Для разделения систем на ингредиенты используют методы оборудования, отречающиеся большим разнообразием физических и химических явлений. Выбор оптимального оборудования определяется выбором признака, по которому ингредиенты системы существенно различаются. Признаками, используемыми для разделения однородных систем, являются различие растворимости жидкости в жидкостях, различие температур фазовых переходов ингредиентов, изменение растворимости твердых веществ в жидкостях, изменение ассорбционной способности жидкостей, различие влажности сушильных агентов при изменении внешних параметров, задерживание твердых частиц на пористых мембранах в процессах ультрафильтрации. Для разделения неоднородных систем используют следующие признаки. Различие плотностей составляющих неоднородной системы, различие их магнитных свойств, различие электрических свойств, задерживание частиц дисперсной фазы на твердых перегородках, невозможность объединения частиц белка при малых их концентрациях в суспензиях. Можно назвать и другие признаки для разделения систем. По использованию одного или нескольких из этих признаков и различают способы разделения систем. В ряде случаев перед пищевым производством ставится задача не полного разделения неоднородной системы, а разделение одного из её компонентов, например, дисперсной фазы, по мелкости частиц, по магнитным или электрическим свойствам, или по другим признакам. К таким задачам относятся, например, рассе в зерновой или мучной смеси, выделение из неё камней и металломагнитных частиц и другое. Подобные задачи рассматриваются как механические процессы соответствующей направленности. В классификации однородных систем, которую вы видите на слайде, даны 4 класса таких систем. Пятый класс, в котором оба ингредиента находятся в твёрдом состоянии, как правило, разделяют после перевода их в другой класс. Например, в класс жидкость-жидкость путём расплавления, и уже в нём разделяют. Признаки различия температур фазовых переходов ингредиентов жидкостно-жидкостных систем используют в процессах либо выпаривания, либо перегонки. Выпариванию подвергают системы температуры кипения компонентов, которых существенно различаются. Систему доводят до кипения низкокипящего компонента, то есть того компонента, температура кипения которого ниже. При этом он интенсивно испаряется. В парах оказывается практически чистый кипящий компонент, а в оставшейся смеси продуктов соответственно повышается концентрация второго компонента. Перегонки подвергают системы температуры кипения, компонентов которых различаются менее сильно. При их кипении образуются пары, содержащие оба ингредиента жидкой смеси. Но концентрация более летучего компонента в них выше. При многократном повторении кипения и конденсации таких бинарных систем, они разделяются на две жидкие однородные системы, в одной из которых повышена концентрация одного компонента, а во второй – второго. Признак изменения растворимости твёрдых веществ в жидкостях используют в процессах кристаллизации и экстрагирования. В процессе кристаллизации, уменьшая растворимость твёрдого вещества, например, охлаждением раствора, доводит его до состояния пересыщения и выпадения части растворённого вещества в виде кристаллов. В процессе экстрагирования продукт, состоящий из нескольких твёрдых веществ, помещают в растворитель. Проникая в твёрдый продукт, он растворяет один из компонентов смеси. В растворе он диффузии перемещается к поверхности, через которую переходит в окружающий растворитель. Выделение экстрагированного вещества в чистом виде осуществляется в других процессах. Признак изменения растворимости жидкости в жидкостях используют в процессе экстракции или разделения смеси жидкостей, прибавляя к смеси третью жидкость, растворимость одной из которых в ней повышена и которая вследствие легко отделяется от исходной смеси, разделяет её на две жидкие смеси. Далее оба ингредиента исходной смеси отделяют от третьей прибавлением к ним жидкости, называемой в данном процессе экстрагентом. Признак изменения сорбционной способности в жидкостях применяют в процессе десорбции, растворов газов в жидкости. Нагревая жидкость насыщенную газом, десорбируют газ из неё. Признак различия влажности сушильных агентов при изменении внешних параметров используется в процессах сушки. В них сушильный агент, которым в большинстве случаев является воздух, подогревают с целью уменьшения его относительной сухости, вводят в контакт с высушиваемым продуктом и он отбирает из системы часть влаги. Признак различия проникающей способности частиц сквозь пористые мембраны и используют, например, в процессах ультрафильтрации растворов. Несмотря на то, что раствор относят к гомогенным системам, выделение из него растворённых частиц происходит так же, как из гетерогенных, то есть фильтрованием, но через фильтры с более мелкими отверстиями. Признаки, используемые для разделения неоднородных систем, имеют общее свойство. Все они являются следствием наличия чётких границ между дисперсионной фазой и дисперсионной средой. Если частицы дисперсной фазы твёрдые, а дисперсионная среда жидкая или газообразная, их разделяют в процессах фильтрования, осаждения, седиментации, а также под воздействием массовых сил электрического или магнитного происхождения. Если дисперсионная среда также твёрдая, для разделения можно использовать предварительное преобразование неоднородной системы в другую неоднородную систему, в которой дисперсионная среда жидкая или газообразная. В новой системе дисперсная фаза образуется смесью твёрдых частиц, часть из которых в первоначальном продукте входила в твёрдую дисперсионную среду. Процесс разделения исходного продукта преобразуется этим в разделение дисперсной фазы новой системы по другим признакам, мелкости, форме частиц, их плотности и другим. Процессы фильтрования, применяемые для разделения неоднородных систем, используют свойства твёрдых частиц дисперсной фазы, вести себя как самостоятельно изолированные образования, способные задерживаться фильтрующими перегородками. В процессах осаждения частиц используются действующие на них архимедовые силы. Частицы могут пребывать в любом фазовом состоянии и находиться в жидкой или газообразной дисперсионных средах. Так, твёрдую дисперсионную среду и в этом случае необходимо предварительно перевести в жидкую или газообразную. Архимедовые силы возникают в поле действия любых потенциальных сил. Тяжести, инерции, электрических, магнитных. В поле силы тяжести и инерции архимедовые силы могут быть направлены в сторону действия потенциальных сил или против них в зависимости от знака разности плотности частиц и окружающей среды. Обратим внимание на то, что архимедовые силы возникают только в неоднородных системах. Если система неоднородна, например, ей является газогазовой, какой представляется обычный воздух, состоящий в основном из азота и кислорода, то архимедовые силы в ней не возникают. Соответственно, разделение кислорода и азота по плотности в нём не имеет места. Оно становится возможным только в том случае, когда один из компонентов системы концентрируется в изолированных объёмах с чётко различимыми непроницаемыми границами. Размеры таких объёмов должны существенно превышать размеры молекул. В противном случае архимедовые силы могут подавляться силами столкновения с соседними молекулами, то есть силами, вызванными Броуновским движением. Говоря о разделении неоднородных систем, обычно понимают под этим их разделение на дисперсионную среду и дисперсную фазу с заданной эффективностью. Признак различия плотностей составляющих неоднородной системы используют при осаждении. Феноменологический подход к изучению процессов разделения. Подходя формально к процессу разделения, как к чёрному ящику, устройство которого нас временно не интересует, его можно описать феноменологическим уравнением, которое вы видите на экране. Обобщённой скоростью процесса в данном случае является расход от одного из веществ, выделяемых из разделяемой системы. Обобщённой движущей силой процесса служит один из факторов, определяющих в данном процессе его скорость. Примерами обобщённых движущих сил могут быть разность давлений на фильтрующем элементе в процессе разделения фильтрованием, разность концентрации веществ в окружающей среде и в твёрдом теле при разделении однородной среды экстрагированием, разность фактической и равновесной концентрации легкокипящего вещества в парах при разделении однородной системы перегонкой и другие. В этих примерах обобщения движущие силы и признаки разделения различные параметры, не сводимые один к другому. Распространяя этот вывод на все процессы разделения, сделаем следующее заключение. Феноменологический подход применим каждому из рассматриваемых процессов разделения в отдельности, но признаки разделения и обобщающие движущие силы процессов разные параметры, не сводимые один к другому. Материальные балансы процессов разделения. Считая, что неоднородная система, подвергаемая разделению, суммарная масса M разделяется на продукты, содержащие в основном дисперсионную среду масса M1 и дисперсную фазу массу M2, получим уравнение материального баланса M равно M1 плюс M2. Если концентрация дисперсной фазы в этих продуктах соответственно равна X, X1, X2, баланс масс по дисперсной фазе запишется в виде, представленном на экране. Отсюда находится выражение для массы дисперсионной среды, полученное в результате ее отделения от неоднородной системы. Эффективностью разделения E, оцениваемая полнотой отделения дисперсной фазы от неоднородной системы, определится ее количеством в выделенном продукте, то есть величиной E большое. Формулу вы видите на экране. Эта же величина в относительном выражении, то есть отнесенная к массе дисперсной фазы в исходном продукте запишется в виде приближения параметра E к единице свидетельствует о все более эффективном протекании процесса разделения. Как правило, такая предельно высокая эффективность не достигается. Показатель эффективности разделения E использует для оценки совершенства оборудования и технологий разделения. В этой видео лекции мы рассмотрели классификацию процессов разделения пищевых систем. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик. В колокольчике все уведомления и вы будете узнавать, когда будут новые видео на канале. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.